Здравствуйте, уважаемые блогеры! Еще раз, 24 сентября, блогеры, сприми Бессонов, Себрис Адутики, Бессонов и Себрис. Ну, во-первых, вот меня обвиняют, что я разжигаю национальную и так далее. Нет, никто ничего не разжигает. Во-первых, давайте так, откровенно. Вот я по себе хочу сказать, что вот мы, например, да, ребята, кто вырос, допустим, на Урале, в Сибири и так далее, да, вот я, например, не умел, не знал, что такое межнациональное отношение до армии, да, вот я я столкнулся не то, что межнациональными, а с представителями другой этнической группы, с другими национальностями и так далее. Я столкнулся в армии. И фактически заново учился выстраивать отношения с представителями, вот, так сказать, у нас кто были? У нас были чеченцы, были, ну, хохлы были, азербайджанцы были и так далее. То есть мы нормально, у нас все было очень дружно, нормально. Конечно, были конфликты какие-то, они неизбежны в мужских коллективах и так далее. Ну, вообще, я хочу сказать, что вот сам по себе бытовой национализм, да, ну, чурками там называют, когда, или там обезьяны черножопые, он, в принципе, не страшен, он есть везде, в любой стране мира. Ну, скажем, вот Виталия, например, сицилийцев называют вот черножопыми обезьянами, вот, утренна говорят, так, ну, в переводе мне рассказывали. Волын, кто там, волынцы где-то, они их называют там типа дурачками там. Ну, то есть это совершенно не страшно, и это будет везде, потому что разные этносы, разные социальные группы, ну, и так далее. Но, тем не менее, нам нужно учиться выстраивать отношения с разными национальностями, с разными культурными группами, этническими группами. Но, к сожалению, и в этом плане, вот, в Советском Союзе, да, так сказать, это потом уже в армии, я видел Советский Союз огромный, южных, я служил на юге страны, в Казахстане был, где-то в Узбекистане, ну, спортом занимался, ездил. Я понимал, что, так сказать, страна-то очень сложная, и в том числе и по национальному составу, очень неоднородная, очень сложная, вообще очень, так сказать, и так далее. Но, тем не менее, вот наш недостаток, допустим, ребят, кто вырос на Урале, в Сибири, да, вот то, что вот все-таки мало вот этого контактов с представителями других социальных, других этнических групп, он достаточно очень-очень слабый. В этом плане, вот, допустим, там, чеченцы, дагестанцы, им в этом плане полегче, в каком плане, ну, они постоянно общаются и с представителями, вот, русских, там, других национальностей, то есть, в этом плане, у них, так сказать, происходит процесс лучшей и большей адаптации, это огромный плюс. Ну, и я вам хочу сказать, что, что Россия обречена быть империей, а империя обречена быть многонациональной, многонациональной, и нужно эти отношения уметь выстраивать. И мой конфликт, он был не с представителем чеченцев, и с чеченцами, а, так сказать, по конкретным уголовным делам. Да, меня там с квартирой обошли, там, вот эта ситуация произошла с жильем, так сказать, я жаловался и буду жаловаться, тут ничего такого нет, это совершенно нормальная ситуация, и я рад, что, так сказать, части элиты чеченской, которая знает эту проблему, об этом, это дело обсуждают, и у него хватает ума и разума сюда не посылать, так сказать, аул, аул, так сказать, этих обреков или кто там, и так далее, для выяснения проблемы. Почему? Ну, потому что есть цивилизованная форма, суды, установленный законопорядок, прокуроры и так далее. Ну, вообще, конечно, мы, еще раз говорю, в 90-е годы пережили страшный процесс разрушения, прежде всего, межнациональных отношений между странами. Вот война в Тесне, ну, вы вдумайтесь, да, 140, называется, 120 тысяч убитых и раненых, и так далее. То есть, да, фактически республика была вся уничтожена. То есть, еще раз говорю, война в Тесне была признана геноцидом, и Ельцин, этот ублюдок, ну, какая-то наши граждане, кто такую войну ведет, понимаете? И сколько это сказать? Ну, понятно, что из этой катастрофы, из этого тупика нужно выбираться. И сегодня, вот, допустим, скажем, диаспоры, да, в городах, допустим, там, чеченская диаспора, там, дагестанская диаспора, здесь у нас таджики, узбеки, в принципе, они нормально ассоциируются, выстраиваем нормальные отношения с ними и так далее. Но вот эти вот выпады все, когда, так сказать, там, начиная, там, какие-то группировки, за одного вступаются, там, приезжать чуть ли не надо, они должны просекаться самым жестоким образом и возбуждаться уголовные дела. Про мафию мы не говорим. Преступность, организованная мафия, это другой разговор, и она будет подавляться, установлены законопорядки, возбуждаться дела будут, они будут осуждены, ну, потому что мафия не имеет чего-то за рациональность. Преступность, она, преступность, да, она этнические формы имеет и так далее, ну, с ней будут бороться. Но все было разрушено в 90-е годы, вся проходительная система была разрушена и так далее. То есть, к сожалению, это, это так. Ельцин довел экономику странных, в том числе и межнациональные отношения, до пика разрушения, да, ну, фактически, вдумайтесь даже, дома взрывали. Я вот, например, Басаев, да, я не оправдываю его, он бандит, и так далее. Но вы вдумайтесь, вот у него во время попадания бомбы убито было четверо детей. Да, то есть, ну, давайте вот поставим меня, вот так сказать, он, в принципе, ему уже ничего не нужно было, не, не, он хотел только мстить одно, потому что четверо детей убитых, никто его не оправдывает, и терроризм никто не оправдывает, он преступник, уничтожен был и так далее. Но, тем не менее, так сказать, война-то была признана геноцидом, и первая Чеченская война, вспомните, когда Ельцин ее развязывал с одной целью, отменить стране выборы. И вот наши ребята, Михаил Иванович, Стрибашкин, страдали, когда уже в 95-м году находили, находили схроны в Москве с оружием, когда уже готовили тогда взрывы, для того, чтобы отменить выборы 95-го года еще. Потому что Ельцин на них проиграл, это снова политика такая была. А так, конечно, проохранительная система страны КГБ всегда была многонациональная, были сложные тоже отношения, не надо, так сказать, все это, так сказать, превращать в глубок. Были и конфликты, они будут, и я служил, и потом служил следователями и так далее. То есть, и там тоже были конфликты, разные были, и с разными, так сказать, но они сложили больше служебный характер, хотели, в том числе были, конечно, там, и определенные, и так далее. То есть, ну, это вот надо уметь устраивать эти отношения. То есть, ничего такого нет. Поэтому я рад, что все-таки вот этот процесс разрушения всего и вся постепенно мы начинаем преодолевать. И в конечном итоге нам нужно все-таки восстанавливать систему управления, прохранительную систему. У нас должна быть нормальная правовая система. Показывают Грозный. Я там не был давно. Я был в фельдармии там, в тех краях, в Дагестане и так далее. Хорошо там, нормально было. Ничего, никаких, так сказать, ничего там не было. Все очень было спокойно. Кстати, чтобы вы знали, черненгушка СССР, СССР в 89-м году была самым низким уровнем преступности в Советском Союзе. Фактически преступности там не было, потому что, ну, так сказать, в национальной республике вообще преступность весь, что называется, девиантная, да, потому что там, так сказать, обычаи, есть традиции. Но, тем не менее, власть есть власть, она должна выполнять свои функции и, так сказать, быть гуманной, законной, легитимной. Ну, и вот Кадыров при всех недостатках и моего критикории будем критиковать. В частности, за позицию в отношении Сталина мы не согласны. Но, тем не менее, ему удалось там восстановить какой-то мир социальный, потому что там страшная война была от тейпов внутри. Ну, это все было обострено при Ельцине, фактически доведено до катастрофы, а ему памятники стоят. Бандит, преступник, какой памятник может быть в Галининбурге разрушить все к чертой матери на законных основаниях. Вот, поэтому показывают Грозу, я смотрю, и действительно красивый, очень горд отстроили. К сожалению, не был, но, откровенно говоря, не то, чтобы я побаиваюсь, но как бы я могу идти на конфликты. Моя жизнь сейчас состоялась из конфликтов, но я лишний раз, так сказать, стараюсь не ходить, потому что, так сказать, мягко говоря, хватило в жизни всяких, так сказать, приключений. И хочется мне все-таки спокойно. И так далее. Поэтому такая ситуация, поэтому никакого национализма нет и близко. Проблема эта есть, никто ее не скрывает, она и будет, и на гранациональной стране будут разные этнические группы. Надо уметь устраивать отношения свои. Они сложны, противоречивы. Тем не менее, это есть, и так далее. То есть, это все существует. Но мы пережили страшные годы, еще раз говорю, годы Ельцинской катастрофы. И все-таки тупика нам, конечно, надо выбираться. Выбираться, в том числе и развивать межнациональные отношения. Я хочу сказать, что вот в этом плане, знаете, нужно сделать что? Надо все-таки, чтобы вот сюда, в школы, да, приезжали преподаватели из республик национальных. Из Чесни, допустим, на Урал, в Сибирь приезжали. Наши ребята, мальчики, преподаватели туда приезжали, на месяц, на два. Может быть, классы приезжали. Для того, чтобы люди, особенно мальчики, посвятые в армии ребятам служить, чтобы они понимали, что, в общем-то, они живут в достаточно сложной национальной стране, да, где есть разные культуры, разные этносы, разные религиозные, общины в том числе. И надо уметь устраивать эти отношения, так сказать, да. Это очень непросто. Словно у нас все было, и драки были. Ну, у нас не было, вот мы в Советскую армию приезжали, там спали, Саша Кухаренко, там эти азербайджанцы были. Мы приходим ночью спать, ну, нас туда распределили, мы там аппаратуру забирали у них. Они нам говорят, выходят, нас двоих, там человек восемь азербайджанцев. Ну, что, говорят, девочки нам? Сегодня вы у нас ночуете? Нам, у нас, девочки. Саша Кухаренко такой устроил, с кровати кидались. Ну, было, что там пару зубов-то сломали кому-то. Ну, плохо, конечно, плохо. Ну, в принципе, из этих вещей тоже состоит жизнь, становление человека и мужчины. К сожалению, в этом, в этом есть необходимость, то есть и руками махать, ну, только там где надо махать, не налево и направо. Поэтому мужчина, я ценный управленец, кто должен служить в армии, должен видеть страну, выстраивать отношения с разными группами, в том числе этническими группами, разными национальностями, уметь себя вести. Это непросто. Ну, и мы тоже делаем ошибки, и тоже, так сказать, опыт приходит со временем. Тем не менее, сложно все, но будем жить вместе, будем устраивать, мириться будем, и не мириться, и ругаться, и так далее. Ну, в принципе, выхода другого нет. Россия обязана быть многонациональной страной, и она будет. Спасибо, Ваш Бессонов, Алексей Борисович.